Красная больница и так далее. Так вот, для уменьшения риска рецидива при этой группе заболеваний рекомендуют использовать флютифазонопропианат. Противопоказания. Я по этому поводу хочу сказать, что всегда хочется просто снимать шляпу перед теми компаниями, которые предлагают нам нечто, не важно, в данном случае об этом, а вообще нечто предлагают, указывать совершенно искренне, откровенно, в чем состоят противопоказания. Поэтому то, что здесь упоминается, эти противопоказания, очень, так сказать, одобрительно. Но в первую очередь я бы хотела обратить внимание на розовый и генеральный дерматик, потому что как-то в руках всегда поднимаются у врача, все равно назначают кортикостероиды, даже не важно, в какой категории, зубы, воспаление, дерматозы у детей и так далее. Почему я вставила, не просто в старом таком учебнике, мне очень понравилась эта классификация, не классификация, а схема. По этой схеме совершенно очевидно, что действительно тот задает изменение барьерной функции кожи. То есть вот вверху находятся барьерные дефекты. Мы знаем теперь, мы знаем, что это эфилогрин, мы теперь это знаем. А вот прежде это просто шла речь о том, что нарушается барьерная функция. Так обратите внимание, я не буду детально все это обсуждать, но обратите внимание, что стрелки от этого параграфа идут в две стороны. Это, по-первых, трансэпидермальная пенетрация вот этих эфилогенов, а другое — это потеря воды. И они же закручивают все таким образом, что формируется звук, появляются расчесы, что продуцируются воспалительные эндеррекины, химокины, что при этом возникает вентиляция цитарной анфильтрации. Это одно, как правило, это все-таки нарушение функции кожи. По эгропейской классификации существует это многократно, наверное, в течение конгрессовой и будет повторяться, и мы знаем. Это существует классификация топической кортикостероида. Так вот, фрутикозонопропионат звучит в сильной группе, что уже существенно и вызывает всяческое уважение, что это следующий момент развития этой категории нарушных препаратов. Надо сказать, что вот тут я почему-то взяла эту цитату из работы Ханифер и Гупта и других, потому что у меня, в частности, вызывает глубочайшее движение, это фамилия, потому что эта фамилия самым тесным образом связана с анапичским аминотитом. Если мы вспомним, что признаки, так же, как вот раньше, или, вернее, мы всегда говорили признак Никольского, да? Точно так же мы теперь говорим, и всем понятно, это достаточно сказать, признаки Ханифер и Райка. То есть вот они выделили, они, наконец, выделили атопический аминотит, и поэтому, вот, и зная там места и разные работы, конечно, я обстановилась на ней, потому что с большим доверием относишься к тому, что это номер один в атопической аминотите Ханифер. Гупта тоже очень много в этом направлении делал. И вот они использовали, наносили полупроцентный крем в флюотикозонах пропианата, причем это касалось и маленьких детей, и при этом рецидивы наступали в 7 раз, это более реже, чем у обычной группы. Надо сказать, что при этом была показана и безопасность этого препарата, что смазывание лица и складок это такие самые уязвимые места для развития того же перерывального герматита, атрофии кожи и так далее. Затем, другие авторы наблюдали детей от 3 месяцев до 5,1, ну, до 6 лет, будем говорить. То есть это в итоге очень убедительные работы, которые нам позволяют этим больным назначать трехмесячного возраста. Вы не дадите мне соврать, что в длинное время существовало такой вакуум, непонятно, что давать. Вот, допустим, 3 месяца, говорим, что топический герматит обычно начинается в 3, 6, 12 месяцев, подавляющую большинство. Да? Значит, а почти все препараты, которые предлагались, топические кортикостероиды, как правило, это начиналось с 2-3 летнего, летнего, месячного, летнего возраста. Поэтому появление препарата в раннего периода, конечно, не предполагает очень краткопременное назначение, но все-таки уже такой прорыв, как появление трехмесячного возраста. И в итоге оказалось, что возможности этого препарата, они приравниваются к терапии дакаримус. Почему так получилось? Дакаримус, в принципе, решил перейти по активной терапии. А теперь, если ты сравниваешь, оказывается, что равняется к тому же действию. Ну, и действительно, это действие заключается в том, чтобы контролировать... Я не знаю, что он сейчас добавляет на сайт какого-то дядька. ...то клинических, то мопнущих форм и так далее. То, что я уже сказала, что рецидивы в 7,7 раза меньше. Более того, очень важный момент, вот, по-моему, на следующем слайде, извините, да, чтобы доказали, что этот же препарат снижает уровень колонизации стафилокола. Поэтому это тоже очень важно, но мне нельзя его обойти. Внимание при представлении этого препарата. Долю за внимание.